Здравствуйте, с вами я, Олег Цир. И в текущем видео хочу вам предложить новый тематический расклад. В чем причина моих неудач? И можно ли это исправить? Почему ставим именно такой вопрос? Вопрос, да ладно, я спасу подписчик в соцсетях. То есть, человек просит разобраться, что является ключевым фактором. То есть, собственные внутренние тараканы в голове, какие-то убеждения, какие-то установки, отличия негатива, либо какие-то в целом внешние факторы, на которые нужно обратить внимание, над ними поработать и их исправить. Вопрос может касаться абсолютно любой сферы жизни, как и финансов, и работы, и личной жизни, либо в целом какого-то эмоционального, знаете, как положения дел, положения вещей. Когда вы не можете привести себя в чувство, собраться, перестать хандрить. И вот мы сейчас будем разбираться, в чем заключается причина такого положения вещей. Работаем мы сегодня с египетским таро. Я выложу 8 карт. Ваша задача расслабиться, выбрать одну карту интуитивно, либо ту цифру, которую вы загадали себе заранее. Проговаривайте, пожалуйста, ваше имя, дату рождения, входите, так сказать, в информационный поток и давайте картам запрос. В чем же причина моих неудач и как это можно исправить? Так, для тех, кто выбрал первый вариант. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. И восьмой. Определяйтесь выбором и будем смотреть, о чем же нам толкают карты. Итак, для тех, кто выбрал первый вариант. В чем причина ваших неудач? Здесь у нас падает перевернутая королева кубков. То есть у вас сейчас идет ситуация душевного раздрая, эмоционального, знаете, вот такой неустойчивости, неуравновешенности. Это карта депрессии, эмоциональных переживаний. Когда вот что-то, ну вот постоянно, знаете, ситуация апатии, хандры, угнетение. Вы не знаете, в чем причина, почему из этого выбраться. Нет, возможно, вы догадываетесь, что служит причиной, да, вот такого эмоционального, душевного состояния. Ну как же из этого выйти? Давайте смотреть. Восьмерка Пентакли. Восьмерка Пентакли – карта стабильности, карта труда. Ну вот знаете, вот клин-клином вышибает. Вместо того, чтобы хандрить, трудитесь, не покладая рук, не покладая сил. То есть я не знаю, чего это касается, какого аспекта. Плохо вам эмоционально, идите на тренировку, занимайтесь своим хобби. То есть здесь ключевым фактором исправления этой ситуации служит труд. Труд ежедневный, труд тяжелый, но труд, который вам принесет свои плоды, скажем так, сверх ваших ожиданий. Потому что восьмерка Пентакли – это карта и оттачивания мастерства, и упорства, и упорства, которое принесет свои результаты. Это может быть с позиции, знаете, вот вы, например, недовольны своей внешностью. И карта четко говорит о том, чтобы справиться в ситуацию, да, придется повкалывать, не знаю, там, в тренажерном зале, либо при помощи каких-то других практик, йоги, танцев и так далее, но вы получите результат. Если с позиции работы ничего не получается, все меня не любят, все дураки, нет, повышайте свой уровень профессионализма, и опять же ситуация опоздаст вам с тарицей. С позиции личных отношений все меня не любят, все меня не понимают. Нет, здесь ситуация именно заключается в вас. Вам нужно справить свои взгляды на жизнь, свою позицию, стать более открытой, перестать во всем искать какие-то проблемы, делать из мухи слона, и вот тогда да. Но опять же, если с позиции отношений – это тяжелый труд. Да, идти на компромиссы с партнером, в чем-то под него подстраиваться, искать какие-то общие взгляды, и тогда вы получите то, что вы хотите. Например, крепкий, стабильный союз. Опять же, если с позиции финансов, ну, карты говорят сами за себя, без труда не выловишь рыбки из пруда. То есть ищите новые источники дохода, либо новые способы заработка. Для тех, кто выбрал второй вариант, в чем заключается причина неудач. Так, по девятке мечей однозначно у вас слишком много страхов, слишком много переживаний, неуверенности в себе, внутренних комплексов. Ну, то есть, знаете, это какие-то бессонные ночи, постоянно какое-то анализирование ситуации, какие-то вот страхи, раздрай. Но вот понимаете, какое-то вот даже, я бы сказала, какие-то параноидальные мысли. У кого-то могут даже быть суицидальные мысли. Как из этого вам выйти? Здесь у нас падает перевернутый рыцарь жезлов. Но по этим картам это, знаете, как отпустить ситуацию и задушить в себе какие-то страсти, какие-то переживания. Сейчас давайте не совсем понятно, с чем это связано. Вот эти вот ваши ночные кошмары. В чем нюанс? Так, королева мечей. Ну, вот здесь, знаете, с чем это связано, причина ваших неудач? Здесь я вам могу сказать четко. Девятка мечей, перевернутая королева мечей, это ситуация, наличие на вас негатива. Потому вот то, о чем вы спрашиваете в жизни, у вас она не клеится. Неважно, какой стороны это касается. Здоровья, финансов, личной жизни. Вот это нужно снимать. Потому что даже как вот из этого выйти, ну, как выйти, если вы оставите все как есть, ситуация не будет иметь развития. Здесь вам нужно однозначно вот это все дело снимать с себя. Потому что улучшения ситуации я здесь не вижу, если вы будете как бы оставлять все как есть. Для тех, кто выбрал третий вариант. Так, четверка мечей. Ситуация застоя, прекращение каких-то активных действий. То есть, либо это ситуация лени, либо ситуация застоя, с которой вы не можете найти выхода. Либо вы, например, в целом можете быть, например, больны, да, и вот не можете заработать лишних денег. Ну, вот ситуация какого-то, либо беспристрастного наблюдения, наблюдения за чем-либо, да, за какой-то вот ситуацией. Давайте смотреть, как из этого выйти. Здесь у нас падает перевернутая пятерка мечей. Буду уточнять, потому что перевернутая пятерка мечей, это знаете, как отпустить ситуацию конфликта, нигде есть не рожон. Потому что тем самым вы еще сильнее обострите то, что у вас в жизни происходит. Например, если это касается работы, если вы будете со всеми конфликтовать, это будет однозначно ситуация увольнения. И если с позиции взаимоотношений, если вы, скажем, заняли такую какую-то выжидательную позицию и не будете пытаться решить конфликт мирным путем, либо в целом идти искать какого-то взаимодействия, вы потеряете партнерство. Если с позиции финансов ваше вот это вот бездействие приведет к серьезным материальным трудностям и краху. Ну, а если с позиции здоровья, то здесь сама по себе ситуация говорит о каких-то осложнениях. Ну, тут уже, скажем так, не то, что не в ваших силах это меняет, то есть это не от вас зависит. Возможно, неудачно прошла операция. Может быть и такое. В чем корень ситуации? Паж мечей. Ну, по пажу мечей здесь какая-то вот ситуация слежки. Как следствие выяснения взаимоотношений, уколов, упреков и так далее, которые вот привели к выяснению взаимоотношений и конфликтам. То есть вам нужно прекратить это делать. Например, если вы следили за партнером, собирали информацию, там, не знаю, лазили по соцсетям и прочее-прочее, по телефонам. Вот это и привело к таким вот плачевному, к такому плачевному положению вещей. Если с позиции работы, возможно, вы развивали о ком-то сплетни, либо передавали информацию, вами как бы не проверенную. Это привело к конфликтным ситуациям. Так, а если с позиции финансов, то это какое-то неверное восприятие действительности. То есть вы неверно оценивали ситуацию, что привело к краху с финансами. Для тех, кто выбрал четвертый вариант. В чем проблема? Пятерка Пентакли, карта бедности, карта серьезных материальных трудностей. В целом, какого-то, знаете, как финансового коллапса, из которого вы не видите выхода, вы не знаете, как из этого выбраться, и что в целом для этого можно или нужно сделать. По перевернутой восьмерке мечей вы сможете эту ситуацию преодолеть, потому что это все-таки карта четко говорит о том, что, знаете, как сбросить себя оковы, либо ситуацию, которая связывала вас по рукам и ногам. Только единственное, давайте уточним, каким образом вам это можно сделать. Так, каким образом вам достичь этого результата? Что вам поспособствует решение этой проблемы? Десятка кубков. Десятка кубков – это либо, вообще, это семейная карта, да? Либо помощь со стороны родственников именно в финансовом вопросе, в решении материальных дел. Либо, в целом, это карта крупных организаций, которые могут вам прийти на помощь. Но это, знаете, может быть материальная помощь на работе. Либо, ну, я не могу сказать здесь однозначно, что ситуация каких-то вот кредитных сообществ, потому что это не десятка пентаклей. Десятка кубков, она больше говорит за эмоциональную сторону, за какие-то дружественные, родственные связи. То есть, какие-то близкие люди помогут именно вам в решении этих проблем. И, опять же, позитивный взгляд на вещи и попытки искать новые источники дохода. Так, по десятке кубков, что еще могу сказать с позиции финансов? Но ситуация однозначно у вас наладится. По этому поводу вы можете не переживать. Это, знаете, просто как переждать черную полосу. Но я не говорю, что там сидеть на попе ровно, да, не прикладывая никаких усилий. Вы должны искать выход из этого положения вещей. Но карта говорит, что у вас все получится. Поэтому не переживайте. Для тех, кто выбрал пятый вариант. Давайте смотреть. В чем заключается суть ситуации? Перевернутый король мечей. Но ситуация связана с мужчиной. Либо мужчина к вам относится несправедливо, либо агрессивно, то есть против вас настроен. Это может быть ситуация ссор, скандалов, выяснения взаимоотношений. Неважно, где. Рабочие моменты, деловые, да, либо личные взаимоотношения. Скорее всего, мужчина для вас дорог, если все-таки это с позиции личной жизни. Опять же, если с позиции здоровья, ну, какое-то вот обострение самочувствия, либо в целом король мечей, это карта хирургов, да, вот какое-то ухудшение положения дел. Если вы спрашиваете именно в вопросах здоровья, что-то, как бы, например, требуется вам хирургическая операция или нет, то да, она здесь будет, ну, как бы, нужна. Так, как вам выйти из этой ситуации? Перевернутый король кубков, это, знаете, как ситуация разочарования. То есть, возможно, отпустить этого мужчину, потому что вы понимаете, что, например, с позиции личных взаимоотношений мужчина не изменится, потому что эта карта еще часто указывает на ситуацию любовного треугольника, и здесь энергия любви натечет в обратном русле. Если с позиции рабочих взаимоотношений в коллективе, то мужчина или человек настроил коллектив против вас и в целом не намерен, например, вас здесь оставлять, он будет вам устраивать враждебную обстановку. Если с позиции здоровья, то это какое-то вот разочарование текущим положением вещей, да, то тут вам нужно прислушаться именно к специалисту, пройти какое-то дополнительное обследование, потому что по тройке перевернутых кубков, ну, это, во-первых, ухудшение самочувствия, обострение хронических заболеваний, обратите на это внимание. То есть здесь, если вот рассмотреть на этот аспект, то, знаете как, не действовать каким-то самовольно, не заниматься самовольным лечением, потому что оно не даст вам тех результатов, на которые вы рассчитываете. Для тех, кто выбрал шестой вариант, в чем заключается суть ситуации? Так, перевернутая колесница, ну, либо какие-то проблемы с поездкой, с переездом, с путешествиями, сменой места жительства, либо же еще, знаете, какая-то сама по себе ситуация, когда вы не знаете, чего хотите. По сути, как пытаетесь усидеть на двух стульях, да, управлять двумя лошадьми. Стоит какая-то ситуация выбора, в котором вы не можете определиться, что же вам нужно на самом деле, и в какой степени куда вам двигаться. Как можно выйти из этой ситуации? Падает перевернутый маг. Ну, по перевернутому магу, это четкое манипулирование контрольной ситуации. Причем здесь обманными какими-то путями, какими-то хитрыми действиями, с хитросплетениями, вы можете все-таки, знаете, отстоять свои интересы. Ну, вот, например, если у вас ситуация любовного треугольника, вы не знаете, как из него выйти. Здесь вам, для того, чтобы ситуация для вас решилась благополучно, к сожалению, вам нужно будет лгать. Лгать, как-то изворачиваться, да, чтобы остаться на коне. Если с позиции работы, ну, это уйти от каких-то, знаете, от гнева начальства, от каких-то, вот там, перипетий, штрафных санкций, опять методом обмана, обманных действий, каких-то, вот, аферн. Если с позиции финансов, ну, здесь вот карта, сейчас я, если с позиции финансов, я уточню. О чем она может говорить? Ситуация застой, отсутствие роста финансов, и вы не знаете, как эту ситуацию решить, и эту проблему. Почему? Потому что по перевернутому магу вы стали, например, жертвой обмана. Так, как это можно исправить? По королю жезлов. Ну, по королю жезлов это ситуация труда, повышение квалификации, либо помощь от мужчины, именно в финансовом плане. И вообще, король жезлов, это карта за делом на будущее. То есть ситуация в будущем для вас разрешится благоприятно. Здесь, скорее всего, нужно просто дать ей время. Ситуация, скажем так, еще не созрела, либо не дошла до своей критической точки, когда вы однозначно будете понимать, что есть на самом деле, да, и в каком направлении вам двигаться. Так, для тех, кто выбрал седьмой вариант, о чем говорит карта? В чем суть неудачи или проблемы? Либо ваша зацикленность на материальном, либо какая-то в целом ситуация союза, опять же, может быть, любовный треугольник, в котором у вас идет больше, как, знаете, как материальная заинтересованность. Либо, если с позиции работы и финансов, идет осознание того, что вы переросли ситуацию, вам нужно зарабатывать больше, расти профессионально, и вы не знаете, куда податься, например, где себя реализовать, да. Так, как вам эту ситуацию разрешить? По Тузу Пентакли шанс найдет вас сам, потому что Туз Пентакли это благополучное разрешение абсолютно любой ситуации, в том числе материальной. Это новые возможности, это новые деловые предложения. В частности, это может касаться, все-таки здесь проигрываться с позиции работы и финансов. Удачные вложения, рост материального благополучия, рост перспектив. Если с позиции все-таки личных взаимоотношений, то это, например, выход из любовного треугольника и попытки, знаете, как дать вашим отношениям новый шанс, обнулить все старое и начать все заново, причем благоприятно для вас, потому что здесь Туз Пентакли, оно все-таки, знаете, изображен, как и солнце, да, которое огревает своими лучами, и как, вот видите, десятки рук возможностей, как бы сама ситуация, тянет к вам десятки рук помощи для разрешения вот этой вот ситуации. И для тех, кто выбрал последний, восьмой вариант, в чем заключается суть ситуации? Здесь падает перевернутый король Пентакли. Ну, смотрите, если с позиции личных взаимоотношений, то это отношения с женатым мужчиной, несвободным, мужчиной, который может быть скуп на деньги, либо относится к вам потребительски. То есть, по сути, да, в ваших взаимоотношениях его привлекает только вот сексуальная сторона вопроса. Если с позиции финансов, то это какие-то вот трудные финансовые времена, ситуация долгов или банкротства. Если с позиции работы, то здесь просто идет потребительское отношение к вам. Когда вам платят три копейки, опашите вы как папа Карла, да, и как исправить эту ситуацию, вы тоже не понимаете. Что вам нужно делать? Ну, вот что вам нужно делать? Если с позиции личных взаимоотношений только сказать, знаешь, что дорогое, либо я в роли супруги, либо до свидания, потому что императрица это карта официального статуса жены, и это карта вообще материнства, карта супруги, карта любимой женщины. То есть отсечь, знаете, как ненужные связи. Если же все-таки это ваш супруг, ну, то есть тоже вот поставить такую позицию, что либо я одна, либо, скажем так, извини, иди ищи лучших путей, то есть не будет формата взаимоотношений, я не собираюсь в этих взаимоотношениях терпеть там любовницу и прочее, прочее. То есть по этой карте четко отстаивание своих позиций. Если с позиции финансов, это все равно будет улучшение материального благополучия, причем при помощи ваших усилий по императрице, это может быть еще и получение материнского капитала, это может помощь со стороны родственницы. Если с позиции работы, это будет, знаете, ну, несмотря на какое-то потребительское отношение к вам, кто-то начнет вас, знаете, вот вы станете чем-то протеже, кто-то начнет вас тянуть наверх, и все-таки вы даете своего значимого положения вещей, ситуации повышения, роста доходов и благополучия. То есть, как говорит карта, как это можно исправить, главное себя правильно позиционировать, не бояться, не стесняться отстаивать свои права, озвучивать свои какие-то мотивы, свои доводы, и тогда вы в этой ситуации будете на коне, и соответственно, у вас будет ситуация о богатстве и изобилии. Вот таким вот вышел расклад. Буду вам, как всегда, признательна за обратную связь и комментарии. Пишите, как у вас расклады проигрываются, пишите, что бы вы хотели видеть, возможно, какие-то обучающие видео, либо в целом какие-то обзоры колод, либо литературы. Буду вам признательна за обратную связь. С вами была Ева Лехцер, до новых встреч!